Если рассказывать про меня, то есть вот у меня многие спрашивают, как стать маркетологом, как получить экспертизу. У меня было как. Сначала я попал в рекламное агентство к ребятам, получается, больше пяти лет назад, естественно, получил практические навыки SMM-продвижения. До этого я сам продвигал свои концерты, так как занимался музыкой, своя музыкальная группа была. После этого, как попал к ребятам, мы начали обучаться у Парабеллума, купили курс, потом лифт-маркетинг, может кто-то знает, Владислав Ле. Вот у них пообучались, посмотрели. Вот потом скачивали какие-то вебинары, сами смотрели. Ну, я так скажу, что когда мы это все начинали, тогда не было такого большого обилия обучающих программ, и тогда приходилось меньше времени тратить на то, чтобы выбрать нормальные, потому что их, по сути, было очень мало. Так, ну давай, представься, расскажи про себя. Да, сейчас я наушники тут что-то пытаюсь поправить. Так, наушники и масочку надо одеть, а то Юля много работает, и без масочки все плохо. Короче, что я про себя. Зовут меня... Нет, это страшная масочка, не хочу какую-то другую. У меня, кстати, а у тебя есть такая масочка такая вот, нет, карантинная? Нет такой у тебя масочки? То есть ты учстишь, что потом это, возможно, выйдет запись, и когда тема карантина закончится, не все поймут, почему ты была в маске. Все понятно. Короче, зовут меня Юлия Магась, я пиар-директор платформы по работе с блогерами Эпикстар, с основателем агентства МОС-СММ, ну и, собственно, занимаюсь продвижением в соцсетях, маркетингом, пиар, диджитал и всей этой движухой. Плюс являюсь спикером профессиональных конференций по маркетингу, преподавателем металлогии и скиллбок. Так сказать, не несу знания в массе про СММ и диджитал. Вот. Как-то так. Тоже про себя немножко расскажу, для твоей аудитории, там, кто будет смотреть. Макс Белоусов, я занимаюсь маркетингом уже 8 лет. Основная моя компетенция – это упаковка, продвижение спикеров и мероприятий. Успел поработать с Тони Робинс, Аяс Шабудинов, Радислав Гондопас, Скокова, Блэкстар и многие другие. Ну и также с другими компаниями тоже сотрудничаем с разными сферами. Мне многие, кто вот у меня проходит курс, запрашивают дипломы. Да, типа там, вот я прошел курс Макса Белоусова. Мне вот интересно вот твое мнение по поводу вообще надобности этих дипломов и категории людей, которым нужны эти дипломы. Потому что на самом деле я ни разу не встречал, чтобы, когда, скажем, ко мне приходит там клиент, либо я там предлагаю свои услуги, чтобы у меня запрашивали мои какие-то дипломы. Тем более там какие-то курсы, которые я проходил. То есть это настолько как-то странно в плане вот, ну то есть, как сказать, мне кажется, что как бы тут больше должен цениться опыт. А опыт можно получить только в полевых условиях. Кейсами, кейсами, да. Кейсы, да. Соответственно, ну, мое мнение по поводу обучения, если говорить то, что я не сторонник вечного обучения, я сторонник делания. То есть все познавать именно в опыте, в практике. Потому что вот эти все там бесконечные марафоны, там обучения, вебинары, ежесними, ну, мне кажется, это переливать из одного в другое. Или, как я это называю, эффект человеческой многоножки. Когда один придумал, высрал, третий съел, четвертый это все тоже съел, переварил, высрал. Костя вчера предрекал, что мы будем говорить про срать и бливать. Да, я люблю эти темы, да, обожаю. Вот, соответственно, получается такой эффект человеческой многоножки. То есть никто уникальный контент не делает. Ну, мало таких людей, скажем так, да, потому что уникальный контент – это поехать, не знаю, там, в Америку, там это все как-то вот впитать в себя и пытаться внедрить это в Россию, да. Но мало таких людей, да, мало кто, у кого есть возможность так сделать. Во-вторых, английский язык мало кто знает из этих людей. В-третьих, лень. Просто нахрена, если вот там три книжки почитал, сам прошел вебинар и дальше потом будешь это все рассказывать. Поэтому еще раз резюмирую то, что мне кажется, что если вопрос у вас стоит про обучение, там, кому пойти, там, и что, там, изучить, я вам советую сначала, правильно ты, Юль, сказала, определиться с целью. То есть зачем вам это нужно? То есть вы хотите, там, не знаю, там, свой проект продвигать, там, либо хотите на этом зарабатывать как фрилансер. Потом уже попробовать самому все это поделать, да, то есть просто взять и поделать, там, взять, не знаю, у друзей, там, проект, не знаю, там, и в свободном доступе найти какие-то обучающие материалы. Благо, там, и у Гугла, и у Фейсбука, и у ВКонтакте есть вот такие гигантские памятки того, как настраивать рекламу. Почему-то их никто не смотрит. Да, там, все... Ну, потому что они, типа, сложные и длинные, понимаешь? Ты блюпринт открывал наверняка, как бы. Это же просто можно обалдеть, когда ты начинаешь это все читать. Ну, да, согласен, вот, но в любом случае людям лень, то есть доходит до того, что, там, не знаю, там, вот, ну, сейчас реально, вот, социальные сети заморочились, потому что у них прям есть отдельные обучающие, там, видео, там, линейка видео, как это настраивать, как то настраивать. Идите, сделайте это, попробуйте руками это все, может, это вам вообще не зайдет, да, потому что бывает такое, потому что у меня больше половины ребят, которые у меня курсы покупают, марафон, они даже вообще не заходят. Либо они три занятия просматривают, все, и дальше просто не смотрят. Ну, это вот к вопросу доходимости до конца, и, в принципе, понимаешь, сейчас вот почему... Вот я не знаю, ну, почему не было такого, что, типа, а давайте все будем бухгалтерами, да, пойдемте учиться на бухгалтера, или давайте все пойдемте на HR-менеджера. Нет, вот почему-то все хотят быть маркетологами, вот какой-то парадокс, как бы, все хотят быть SMM-щиками, ну, блин, ну, априори, не каждый человек может быть SMM-щиком, ну, это правда. Очень интересные эти замечания, да, прикольно ты сказала, согласен. Ну, мне кажется, потому что нам продали образ, вот, ну, как бы, и я тоже... Бали, ноут, типа, все классно. Я этот образ продаю, езжу с ними, другие маркетологи продают образ того, что можно, там, типа, вот, там, зарабатывать хорошие деньги, то, что профессия актуальна всегда, то, что можно, вот, там, на Бали работать и так далее, это все правда, это правда. Ну, это правда, это правда. Можно в карантин работать с херачи с утра до вечера, знаешь, как бы. Да, но ты правильно сказала, что не всем дано, потому что, ну, сейчас я вижу реально обилие специалистов, мне даже страшно подумать о том, что, ну, там, не знаю, там, вчерашний студент, там, которому 19 лет, 20, да, там, 21, там, сегодня будет настраивать рекламу какому-нибудь предпринимателю, там, вот, не знаю, я, я вот тебе просто пример, я однажды попал где-то неделю три назад в чатик таргетологов, да, у меня было полное ощущение, что я попал, блядь, в детский сад, там, пиписки, какашки, сиськи, просто, вот, ну, хуже, чем я вот сейчас, да, там, там, просто, реально, какой-то, блядь, детский сад, и я просто понимаю, что средний возраст вот этого всего сообщества, это, ну, там, 19-20 лет, и, ну, вот, представьте, что вы свои деньги отдаете вот этим вот чувакам, ну, чтобы они работали над вашим продуктом, да, над проектом, ну, блин, мне было бы стрёмно, я не знаю, как бы вот. Ну, понимаешь, тут же какая история, что на это попадают, в основном, те предприниматели, которые очень офигенно хотят сэкономить, и они считают, что, типа, таргет за пятерик, это вообще норм, там, типа, и они получают вот таких роскошных студентов с какашками, пиписками и всей этой истории, а потом они такие, типа, блин, таргет не работает, а потом ты приходишь и говоришь, как бы сотка, типа, а он, в смысле, это же за пятерку было, а ты говоришь, ну, разве вот это, а теперь-ка смотри, смета, кабинет, просчет воронки, расчет того, того, и он такой, типа, ааа, и где вы были раньше? Ну, рынок очень грустный, специалистов, это прям реальная боль, потому что ты постоянно борешься с этим возражением, что, типа, а мне вчера то же самое предлагали за 10, а ты говоришь, ну, какой, ну, как это то же самое, давайте просто по часам разберем, типа, сколько вообще, какая работа занимает. И самое главное же, специалисты, которые вот учатся, да, которые не идут, они не заинтересованы очень мало, то есть я вот с этим сталкиваюсь, то есть мы нанимаем вот сотрудников агентства, да, там, аккаунтов, таргетологов, и, блин, это прям больная боль, ну, то есть встретить какого-то нормального человека, который рассуждает как-то, знаешь, логически, как-то с точки зрения, там, конечного результата, это вообще просто вот единицы, их по пальцам можно посчитать, а остальные все вот, типа, продают услугу таргета, ну, я вам что-то настрою, у вас там что-то будет. Офигенная история. Ну, то есть вчера буквально я делала аудит, у Эйвона была в прямом эфире, и делала аудит одной компании, которую какой-то таргетолог сделал для девушки, которая занимается Эйвоном. У него в настройках, короче, стоит Геороссия, исключить Украина. Возраст 18-65+, интересы косметика и вовлеченные покупатели. Объем аудитории 28 миллионов, рекламный бюджет 200 рублей на объявление. И он еще за эту работу взял, там, что-то типа, там, она сказала, что, ну, 10 тысяч или что-то такое. То есть вот за вот эту дичь. И как бы человеку не стыдно, что когда-нибудь там сделают аудит этого всего, встроится вот эта вся прелесть. Ну, как бы, ну, блин, куча бесплатной информации, где вам рассказывают, что не нужно выбирать 65+, не нужно выбирать всю Россию, как бы, не нужно выбирать тупо интерес, там, косметика, потому что это, как бы, слишком банальная херня. Нужно, как бы, косвенными какими-то интересами искать. Ну, как бы, как бы, как бы, как жаль, вы правы. Еще такой важный момент, то, что, вот, мне кажется, проблема сферы маркетинга в том, что нормальные специалисты, они сейчас берут, ну, как бы, нормальные деньги, да, а предприниматели не готовы платить нормальные деньги, потому что у них недостаточно ценности. Они не понимают, за что. Это, ну, как бы, для них это, в любом случае, новая услуга. То есть, они думают, что маркетолог, это, как бы, я это называю, банкоматная система. Дал ему 100, высунул 200, да, если магии не происходит, значит, это новый маркетолог. Мэджик, да, должен проиграть мэджик. Вот, и, соответственно, вот этот вот разрыв между зелеными дебилоидами, которым по 20 лет настраивают рекламу, и рекламным агентством очень большой. То есть, здесь, ты правильно сказал, за пятерик тебя настроят, а здесь там 100-200 тысяч с себя возьмут. И вот этот вот разрыв гигантский, да, вот, а посередине вот эти вот фрилансеры, которые, ну, скажем, поверили в себя, знают себе цену, вот, и, ну, как бы, это тоже стоит не особо дешево. Просто вот пример чисто вот из моей практики, я тебе скажу, может, тоже поделишься потом. Вот, я работал, ну, ты знаешь, да, там, я думаю, что многие уже знают, я об этом на каждом эфире говорю, там, Тони Робинс, два года, вот, и я работал в компании, там, ну, условно, X, да, кому интересно, найдете эту компанию, вот, соответственно, я там был директором по маркетингу. Вот, мы там продвигали не только Тони Робинс, но и других спикеров, и, когда я увольнялся, при этом мне платили ранее хорошие деньги, там, получалось, там, со всеми бонусами порядка 500-700 тысяч, вот, и, когда я увольнялся, я, как бы, сказал, там, ну, руководителю, основателю, то, что, ну, там, началась перепалка, он мне говорит, типа, да вот, я найду дешевле, типа, он мне будет делать лучше, вон у меня, там, BBDO в здании напротив, там, я к ним сейчас был, они мне все настроят, а еще у меня Мария Саладар знакомая есть, в общем, я, ну, просто... Товарищ, да, Бимочка, а еще у меня есть Мария Саладар. Да, и, в общем, я, ну, как, со спокойной душой ухожу, я понимаю, что через 2-3 месяца он ко мне все равно обратится, напишет, да, как бы, ну, дальше уже просто вопрос мой будет, интересно ли мне это дальше будет делать. И так и происходит, то есть, что произошло? Видимо, он пришел к BBDO, ему насчитали, там, ну, не те деньги, которые мне платили, а намного больше, то есть, я думаю, что 500 миллионов точно. Да, ну, я думаю, раза в 2 точно больше, чем тебе платили, это минимум. Учитывая, что вот те деньги, которые мне платили, 70% это была, ну, с чистой прибыли. Ну, процент, то есть, как бы, KPI, да, да. Вот, соответственно, а им нужно было фикс сразу такой большой дать, вот, это раз. Второе, Мария Саладар, как бы, как бы, мы с ней там, ну, мы с ней пересекались, работали у Аяза, но просто поймите то, что не камень в огород Марии, но просто, чтобы вы задумались, что люди, которые часто выступают, да, часто на сцене находятся, да, у них некогда, у них нет времени посвятить себя экспертизе, понимаете? Макс, не убивай нашу карьеру спикеров, мы часто выступаем, не надо, не говори так. Ну, это правда, это правда, потому что, смотрите, ну, вот, чисто вот взять меня, да, я вот за себя скажу, я за последние полгода, вот, там, вместе с тобой, там, ну, как бы, ты тоже, да, там, мы, мы, ну, чисто я вот в 20 городах побывал, да, ну, вот, что такое выступить в городе? Это день на сборы, день приехать выступить, день уехать, это три дня, чтобы выступить в одном городе. В эти три дня ты не можешь ничем заниматься, кроме как выступлением, потому что, ну, нереально, то есть, у тебя нету ни сил, ни желания. Вот, представь, вот ты вот так вот по городам ездишь, как Игорь Ман, да, вот, когда ему работать? Когда у него время, чтобы, там, не знаю, обучаться, либо, причем, если вы возьмете выступление, скажем, Ильи Балахнина, который я очень сильно люблю, уважаю, он, по-моему, за последние пять лет вообще его не менял. То есть, у него и одни и те же шутки, там, с людьми, там, с нежинками и так далее. То есть, как бы, поймите, что чем больше человек выступает, тем меньше он эксперт в плане, вот, ну, трендовый, да, то есть, ну, не трендовая, как сказать, актуальной информацией владеет, да. Вот, соответственно, по поводу Марии Саладарду, что у нее команда, то есть, она руками, может быть, даже никогда и не делала этого всего. То есть, у нее команда, которая вот этих вот 20-летних дебилоидов, которые, там, за пять тысяч рублей вот это все делают, она просто всех вот так вот собрала, платит им, как бы, а своим брендом привлекает. То же самое Илья Балахни, да, скажем, вот я, когда, у него, там, три года назад был в офисе, не знаю, может, сейчас все поменялось, конечно, у него одни студенты, потому что это дешевле. Ну, всех в агентствах одни студенты, и я вот сама с этим борюсь, потому что мы хотим людей с опытом нанимать, а их, сука, нет. Вот, поэтому, когда вы пойдете, я к чему это говорю, когда вы пойдете заказывать услуги за миллион рублей, это не значит, что там хорошо, то есть, ну, как вот у Челдине, да, там написано, что чем дороже, тем лучше, да, вот этот триггер в голове, вот, соответственно, когда вы пойдете заказывать услуги в СММ-агентство, не поленитесь, посмотрите, кто реально будет над вашим проектом работать, потому что, ну, может быть так, что вы просто переплачиваете за бренд, да, там, за имя, а работают будут те же самые чуваки, которые вы можете нанять на фрилансе, да, как бы, ну, вот, я к чему говорю. Ну, да, так и есть, и на самом деле, вот, ну, у меня, к примеру, мы в агентстве так это отрабатываем возражения, то есть, в целом, люди, которые уже сталкивались с такой историей, у меня буквально вот на этой неделе было двое таких переговоров, которые вот именно из этой темы, что говорят, у нас был классный продажник, он нам все охеренно рассказал, потом мы начали работать, а там какие-то вообще там непонятные ребята, которые даже UTM-ки не ставят, и, короче, типа, хрен пойми вообще, что за школота. И вот мы сейчас ищем, типа, что-то приличное, там, типа, туда-сюда, и мы вот работаем, как бы, в таком бутиковом формате, то есть, у нас, получается, правило, мы запускаем, там, ну, максимум три проекта в месяц, то есть, именно на запуск, потому что, ну, мы понимаем, что на этапе старта это самая, как бы, жесть, то есть, все настроить, все согласовать, все запустить. То есть, да, у нас высокий чек, ну, за счет этого мы можем себе позволить не брать каждый день новый проект по три копейки, чтобы с него, там, три копейки, там, полкопейки зарабатывать, и, соответственно, я всем клиентам говорю, что, в целом, вот, ну, в процессе коммуникации вы будете общаться именно со мной, ну, то есть, у нас есть аккаунт-менеджер, но, условно, я всегда буду в чате, и если у вас будет ко мне личный вопрос, я, как бы, всегда на него отвечу, потому что я, как бы, в курсе того, что происходит. То есть, я не сижу, а мне пишу тексты сама для рекламы, да, я контролирую этот вопрос, но не так, что я просто продала и куда-то ушла, типа, я Маш Содор. Кто-то тут уже кандидатуру свою предлагает, мне 48, возьмите меня, куда взять, возьмите, возьмите меня полностью. Давай дальше пойдем по поводу продвижения, да, то есть, многие ко мне обращаются, там, я думаю, к тебе тоже, там, продвинь мне Инстаграм, там, продвинь мне личный бренд, сделай меня популярным. Я помню твой последний скриншот. Хочешь пари? Блин, такие вообще, я обожаю просто пупсики. Да, вот. И, соответственно, твое мнение по поводу вот этого запроса, да, типа, там, продвинуть личный бренд, продвинуть социальные сети, да, как бы, вот, ну, можно с матом, даже лучше. Просто я такой пипс. Ну, ты знаешь, честно, я, как бы, ну, мягко говоря, вот, те, кто что-то хочет продвинуть, вот это вот пари, там, и так далее, как бы, ну, посылаю, естественно, нахер, как бы, ну, просто потому что, ну, как бы, я не знаю, чем я могу помочь этому человеку, если он считает, что личный бренд можно куда-то продвинуть, вот, раскрутить, там, не знаю, по мне, так вот, можно связку от ключей на пальце раскрутить, как бы, и все, ну, не знаю, там, Юлу, можно даже, ну, что-нибудь, что крутится, но никак не личный бренд и никак не аккаунт. С некоторыми, кто обращается с более-менее, как бы, адекватными запросами, хотя их единицы в основном это, вот, как ты говоришь, там, дебилоиды и, там, такие странные товарищи, которые считают, что, а, у меня буквально недавно была такая история, мне позвонила девушка какая-то, откуда-то она взяла мой номер, и говорит, здравствуйте, Юля, вот, у меня такая ситуация, я вот там работала, но сейчас у меня нет работы, короче, там, у меня, там, вот, меня сократили, отпустили что-то куда-то, и, вот, я, короче, подумала, а, может быть, мне стать блогером, вы бы не могли мне помочь, а то мне вот сейчас как-то нужно стать блогером, и, чтобы уже как-то деньги зарабатывать, пока кризис. Я говорю, ну, а что у вас сейчас с аккаунтом, то есть я ее еще не вижу, там, в плане соцсетей, это звонок по телефону, а он говорит, ну, у меня, там, уже есть свой аккаунт в Инстаграм, у меня там где-то, ну, не помню, где-то 55 подписчиков, вот, как-то сориентируйте меня, ну, типа, что мне сделать, чтобы сейчас уже в кризис заработать денег. И я понимаю, что, как бы, это просто реально мир человека, который, ну, он так реально думает, то есть, ну, чем я могу помочь, ну, как бы, вызвать психиатрическую больницу, как бы, ну, ну, что, да? Ну, как бы, я стараюсь венливо общаться с людьми, потому что все-таки это тоже негатив, который я буду транслировать, наверное, не очень хорошо. Ну, я, как бы, тактично объяснила, что если у вас есть, там, пару миллионов, то мы можем этим заняться вопросом, но, как бы, заработать в карантин блогером с 55 подписчиками, к сожалению, не получится. Она очень расстроилась, говорит, да, прям, вот, знаете, вы меня огорчили, говорит, я как-то думала, что это все попроще, там, ну, вот, контент, вот, они еще очень так любят разговаривать, вот, ну, где-то из 70-х, наверное, люди, вот это секс, компьютер, детектив, контент, вот, таргет, ну, и вот эти все прекрасные слова. Вот, и вообще я поняла, что я с личными брендами, пожалуй, больше особо не буду работать, то есть, ну, вот у меня есть, ну, проекты онлайн-курсов, где мы трафик ведем, да, ну, то есть там тоже с личным брендом завязано, но это не продюсирование именно личного бренда. Вот здесь мы работаем, а вот, типа, продвигать кого-то куда-то бесполезно, потому что, ну, большинство людей, которые приходят с этим запросом, они не представляют из себя ровным счетом ни хера. Ну, то есть, к сожалению, сказать, что пришел такой крутой чувак, и вот реально ему можно помочь, ну, вот, было бы здорово, но приходит всякая... Тоже отвечу на этот вопрос. Начну тоже с интересной истории, значит, одно время, там, я что-то то ли stories выложил, то ли там написал про личный бренд, ко мне повалились заявки, да, вот, хочу-хочу, да, соответственно, с некоторыми я даже встретился, там, ну, и причем я отбревал максимально, старался отбревать, там, вот, вроде два адекватных, вот, две встречи у меня было, одна, значит, с одной женщиной-консультантом-финансистом, да, вот, значит, она мне там пишет, пишет в 10 часов вечера, «Макс, я тебя увидела там где-то, все, хочу так же, как ты, там, значит, контент огонь, продвинь меня», я говорю, «Давайте созвонимся», значит, созваниваемся, вот, час общаемся, время уже 11 часов вечера, женщине не имется, да, девушке, я говорю, «А деньги-то у вас есть?» Я говорю, «Конечно есть, там, 200-300 тысяч, там, на старт готовы хоть сегодня дать», я говорю, «Супер, давайте встретимся на всякий случай», встречаемся в кальян, а я, как обычно, на встречах плачу за чай, за кальян, как бы на такси еще езжу, да, как бы, ну, в итоге моя встреча где-то тысячи три стоит, ну, ладно, хрен с ним, как бы, вот, встречаемся с ней, два часа общаемся, вроде все объяснили, все разложили, я ей план показал, все супер, классно, потом она пропадает, то есть неделю вообще, ну, ноль, не важно. Покурила кальян офигенно, все хорошо. Да, я звоню, говорю, «А что такое? Что случилось-то?» Ну, мы же вроде обсудили все, а, вы знаете, я забыл сказать, решаю не я, решает мой парень, то есть деньги не мои, на самом деле, я говорю, зашибись, класс, как бы, а что же тогда с парнем не приехали? Ну, вот так вот. Потом, значит, еще неделя проходит, да, я спрашиваю, ну, что, как же там наше продвижение личного бренда? Вот я решил отложить, что-то дорого мне показалось, я сейчас сравниваю другие предложения. Ну, и в итоге, как бы, я нахер и послал вместе с этим предложением. Второй, значит, человек пишет мне, значит, они еще, знаете, очень любят, у них гениальнее у всех идеи, у них у всех, блядь, просто, охернительно крутой какой-то бизнес, который они придумали во сне, я не знаю, в коме, на толчке, я не знаю, вот к ним идея пришла гениальная, они хотят этой идеей гениально поделиться с людьми, причем абсолютно уникальная, никем раньше не использованная вот уникальность, вот стопроцентная уникальность, как Стив Джобс, короче, реинкарнация Стива Джобса вообще. Вот приходит ко мне такая реинкарнация Стива Джобса, говорит, я, говорит, придумал идею, у меня будет университет здоровья, вот, я буду учить людей, как надо жить, там, как детей растить, там, ну, вот это все биохакинг, ежи с ними, да, я говорю, ну, класс, супер, вроде нормальная идея, хорошо. Значит, мы с ним встречаемся, три часа, сука, вот, общался с ним, я ему рассказывал, какой контент, что, как делать, там, что, все, тоже кальяном угостил, я, вот, добрый был, это был где-то год назад, я, я, вот, думал, что все клиенты классные, можно вот так вот с ними общаться, да, вот, типа, личное общение, оно закрывает лучше, нихера подобного, вот, это потом я уже мудаком стал. Ну, соответственно, три часа, три часа, три часа с ним общался, три, сука, пропал, блядь. Я, 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 я уже не выдержал, я звоню, какого хера, вот, скажи, что я на тебя тратил личное время, ты ж, блядь, готов был работать, ты ж готов был деньги заплатить, все нормально, что не так. Ну, вот, я вот подумал, понял, что там слишком много всего надо делать, там, туда-сюда, короче, и в итоге я это личное продвижение оставил, резюмирую, вот, если вы хотите продвинуть свой личный бренд, если вы хотите, там, заняться продвижением своего аккаунта, во-первых, спросите, а нахера людям на вас подписываться, кто вы вообще нахрен такой, то есть у вас, я не знаю, реально, там, у вас какие-то регалии, у вас, не знаю, там, вы книгу написали, вы крутой, не знаю, там, музыкант, если да, окей, это сработает. Второй вопрос, а есть ли у вас ресурс, потому что, если вы даже охренительный классный музыкант, но при этом у вас нет ресурса, и вы идете за продвижением, там, в агентство, да, там, либо к специалисту, спросите, а на какие деньги, на какие шиши вам будут это все продвигать, ну, окей, даже если они бесплатно все будут это делать, а рекламу-то кто будет запускать, то есть они же не напишут, в инстаграм не скажут, слушайте, у нас тут гениальный артист, музыкант, может, мы ему бесплатно промоушен сделаем, как бы, но вот это же такого не бывает, поэтому тут два фактора, первый – это личность, второй – это ресурсы, вот если ни первого, ни второго нету, в идеале, если оба есть, как бы, вот, естественно, лучше этим вообще не заниматься. Знаешь, я еще дополню тут такие моменты, есть важные, во-первых, ну, даже, не знаю, два или три сейчас, как пойдет. Первый момент – это прикольная тема, что многие считают, что, типа, ну, говорят, вот мне нужно личный бренд продвинуть, только вот я вот это все, вот это фотографии, вот это писать там, что-то, это, короче, не моя история там, и ты говоришь, ну, в смысле ли, личный бренд – это твои фотографии, это твои мысли, это твои, там, морды в сторис, это твой личный бренд. Да, согласен. Второй момент – это когда встает вопрос об очень амбициозных целях, типа того, что, ну, вот у меня там цель, ну, когда спрашиваешь, типа, какая вообще у вас цель, что вы хотите, ну, вот у меня цель там, ну, где-то, ну, тысяч сто подписчиков, ну, типа так, как за нехер. Ну, и ты такой говоришь, ну, окей, хорошо, там, типа, если, как бы, хотите сто тысяч подписчиков, ну, давайте посчитаем сейчас среднюю цену подписчиков в Инстаграм, ну, так, со всех там каналов соберем, условно, марафонами там, таргетом, там, может, даже в гифт там сходим, что-нибудь еще. Ну, типа, хотя бы, там, давайте закладывать, там, от пяти до десяти рублей за подписчика. Ну, типа, у вас есть примерно, там, полмиллиона-миллион на рекламу? Сколько? Типа, в смысле? Я говорю, ну, окей, хорошо, давайте прикинем, что мы найдем вам их где-то по рублю. У вас хотя бы сто тысяч есть? Типа, ну, нет, это вообще не так работает. И третий, да, и третий момент – это огонь, то есть, что, блин, люди, понимаешь, они, думаешь, личный бренд – это чисто вот, ну, где-то в Инстаграме, то есть он как-то там сам формируется. Да, ну, как только ты регаешься, тебе автоматом выдают личный бренд. Личный бренд, и как только у тебя сто тысяч подписчиков, у тебя личный бренд. А то, что, блин, тебе нужно, там, появляться на публике, там, где-то там в своих каких-то сообществах, там, тематических каких-то выступать, тебе нужно делать какие-то публикации в СМИ, где-то вообще появляться со своим каким-то мнением, не знаю, там, с какими-то людьми, там, нетворки, сознакомиться, это вообще никому не понятно. Это вот к вопросу, что ты сказал, ну, как бы, к тезису, что ты сказал, что кто вы вообще такие. Ну, то есть личный бренд, он не рождается так внутри соцсети, это просто инструмент, где вы себя, ну, как бы демонстрируете. Так, классно сказала, реально, вот я когда выступаю на конференциях, вот у меня прям слайд есть отдельный, где вот фраза, если вам нечего сказать, не идите на сцену, да, вот мне папа ее в детстве сказал, что это значит, то, что личный бренд, как ты правильно сказал, должен быть уже у вас есть до того, как вы начнете им заниматься в социальных сетях, то есть вы уже из себя что-то представляете, то есть вам уже есть что сказать, вам есть уже чем поделиться, как бы вот, и лучше спросить у друзей, интересно ли это то, чем вы хотите поделиться, а потом уже есть социальные сети. Вот, еще важный момент сказал по поводу бюджета тоже, ты вот начала рассказывать, ко мне, короче, неделю назад пишут ВКонтакте, Максим, мы вас увидели на конференции, вы там, столько у вас классных кейсов, у нас, короче, конференция, очень крутые спикеры из Индии, я там посмотрел, некоторые даже знают, да, действительно крутые, можем созвониться, типа, вот нам нужно продвижение, я такой думаю, о, большой клиент, наконец, супер, значит, созваниваемся, они говорят, Максим, здравствуйте, значит, вот у нас задача, две с половиной тысячи оплат по тысяче рублей получить за три дня, вот у нас сейчас трейс, да, нужно две с половиной тысячи, я говорю, так, окей, хорошо, я уже думаю, бля, что-то, что-то, что-то сейчас, да, значит, вот наш сайт, показывает сайт, который сделан там, не то, что на тильде, я не знаю, на чем он там сделан, просто такой, как вот, значит, спикеры в похоронных таких этих квадратиках, черно-белых, там просто полотно спикеров, и внизу такая кнопочка купить, оплатить, оплатить, да, мне кажется, даже, вы знаете, вот, вот сайты, где вот Тинькофф, знаете, вот там, когда кидают деньги на оплату, и то лучше выглядит, когда вот, то, что они мне показали, вот, и в общем, они мне говорят, за три дня нужно вот собрать две с половиной тысячи оплат, сколько это будет стоить, я такой, типа, типа, ну, смотрите, ребят, как бы, у вас билет, как бы, стоит денег, да, как бы, вот, ну, смотрите, тысячу рублей, туда-сюда, в общем, я им прикидываю по самым минимальным, да, то есть, просто бюджет примерно 500 тысяч, я говорю, ну, это минималка вообще-то, просто вот, ну, как бы, вот, прям вот, при этом за три дня мы не успеем, ну, то есть, вот, ну, 500 я оплату сделаю, да, ну, две с половиной тысячи за три дня, это нереально, мы подумаем, думали день, возвращаются ко мне, говорят, слушайте, у нас нет таких денег, мы решили собственными силами, я говорю, класс, и у меня вопрос, что, блядь, в голове у таких людей, вот реально, и это не первый случай, то есть, полгода назад ко мне звонит женщина, говорит, нам нужно продвинуть конференцию в этом, в Крокус Сити Холл, мы знаем, что вы собирали Крокус, я говорю, да, а вы рассылками занимаетесь, я говорю, какими рассылками, ну, у вас же база есть, да, вот, вы по базе, значит, делаете рассылку, и приходит, какая база, о чём вы вообще, блядь, ну, вот, ну, вот, маркетинг 99-го, блядь, да, мне, мне, говорит, вас порекомендовали, вот, вы же занимаетесь передвижением мероприятий, значит, у вас есть рассылка, я говорю, какая в жопу рассылка, господи, о чём вы, женщина, ну, вот, у вас должна быть база, по которой вы делаете рассылку, вот наше мероприятие, вот, приходят люди, я говорю, заебись, до свидания, просто, меня вот, откуда они берутся, просто, ну, реально, ну, просто. Ты знаешь, у меня сейчас этап, знаешь, как полного, вообще, погружения в нашу аудиторию целевую, потому что у нас разные рекламные компании, работают у нас там таргет, работает контекстная реклама, ну, именно на услуги агентства. И мы сейчас там формируем отдел продаж, и чтобы, по сути, их научить, ну, нормально, да, нужно какую-то дать базу знаний. И вот я такой, как бы, доброволец, который, собственно, нас, ну, я-то в продажах, там, пять лет обхерачила, и, как бы, ну, есть, что, как бы, показать. И я сейчас сама прозваниваю все наши входящие заявки, которые к нам приходят. И это просто, знаешь, наслаждение. То есть у меня недавно был изобретатель, который изобрел суперприбор, которого просто нигде нет на рынке, о нем должны все узнать. Я говорю, ну, что же это за прибор? Он говорит, это кефирница. Я говорю, подождите, говорю, ну, есть же йогуртница, то есть, ну, я говорю, по какому принципу она работает? Ну, там, закваска, она вот настаивается, и получается кефир. Я говорю, ну, уже есть же йогуртницы, как бы, уже давным-давно, типа, тоже прям. Девушка, вы мне что будете тут рассказывать? Я, типа, вообще, эти йогуртницы, там, они рядом не стояли. У меня мой, типа, этот прибор, он делает четыре блюда разных, а не то, что это ваша йогуртница. Я говорю, и какие же он блюда делает? Говорит он, кефир русский, кефир нерусский, кефир термостатный и кефир там еще какой-то. Я говорю, то есть, прям аж четыре блюда кефира, да, он делает. Я говорю, ну, окей, типа, хорошо, и что вы хотите? Ну, я не знаю, типа, вы мне расскажите. Я говорю, ну, хорошо, давайте я вам подоздаю там несколько вопросов. Думаю, ну, как бы, прям положить на этом моменте трубку как-то совсем. И начинаю что-то просто ему, там, задавать какие-то вопросы из серии, там, условно. Ну, вы вообще примерно, там, понимаете, там, кто ваша целевая аудитория, там, на каких площадках, там, есть у него сайт. Что вы вообще говорите? На каком языке вы со мной общаетесь? Вы мне можете нормально вообще что-нибудь сказать? И вот все это в таком духе, в итоге просто. Я ему говорю, спасибо за обращение. Ну, мы точно с вами не сработаемся. Ну, правда, вы найдете себе специалиста. Я, как бы, очень лояльная, прям добрая. Всегда, ну, не хочу тоже человека обидеть. А он мне начинает что-то втирать. И я заметила, что вот очень много людей, которым, ну, я сразу уже и фильтрую, и отсекаю, они пытаются мне еще что-то доказать, что, типа, нет, да мы как бы нормально, типа, давай меня тут продвигай, давай мне рекламу настраивай. Это просто реальная жесть. И с какой только херню не приходят. То есть приходят с какими-то супер, какими-то непонятными бизнесами, которые супер B2B узкие. Они думают, что они в таргете найдут какие-то. Я не знаю, кого они там найдут. Они хотят найти каких-то, знаешь, там, продавцов овощами. Там они хотят кто-то найти, каких-то там мастеров чего-то. То есть я говорю, ну, ребят, ну, есть базы условно, там, или владельцев столовой там хотят найти. Ну, понимаешь, ну, как? Как бы как вы себе это чисто физически представляете? Ну, то есть, ну, у нас, к сожалению, у предпринимателей полностью отсутствует вообще бизнес-образование. У меня реально, вот, с кем я общаюсь на презентации КП и к кому, в принципе, я, условно, продаю наши услуги, они просто охеревают. Реально, на этапе вопроса, когда я просто открываю воронку базовую, там, конверсии типа трафик, лиды, продажи, самые вообще простые, они просто такие, типа, в смысле, так можно было? Ну, то есть, вот, условно, как ты этим ребятам говоришь, так, у вас тысяча рублей стоит, там, этот трафик примерно такой. Ну, то есть, условно, там, ну, как бы и то ты им прям очень душевно посчитал, что им 200 рублей выйдет заказ, ну, покупка. Но, как бы, вот, когда ты так считаешь, и ты говоришь, ребят, окей, вы хотите продавать, мы приходят такие, ну, вот, у нас средний чек, там, 300 тысяч рублей, это дизайнер интерьера. Типа, у нас средний чек 300 тысяч рублей, ну, вот, у нас бюджет, там, типа, 10 тысяч на маркетинг, и вот, у нас ничего не продается, типа. Это логично, так и должно быть, типа, все в порядке, то есть, ну, ничего необычного, это так, у вас все правильно работает, ничего не будет продаваться при 10 тысячах рублей. И я не знаю, как это донести, то есть, как изменить эту ситуацию, потому что, вроде бы, знаешь, еще я, кстати, о чем подумала? Вот я подумала о том, что, блин, почему вот на конференциях, условно, да, вот, смотри, вот вчера выступал же ты тоже, да, на безбюджетном этом прекрасном, или не выступал на бюджет, ну, короче, на других всяких подобных выступал. И вот все же, сука, пытаются эту идею протолкнуть, типа, блядь, безбюджета. У меня вот сейчас просто поток этих, знаешь, онлайн-школьщиков, которые такие, типа, вот, а мы думали, что можно безбюджета запуститься. Нам вот мы там курс какой-то прошли, там сказали вообще безбюджета. Ну, ясен, хер, что можно безбюджета, если у тебя 300 тысяч подписчиков, если ты раскачивал там личный бренд, если ты до этого вхуячил миллионы рублей в свой аккаунт, ты оттуда можешь что-то вынуть безбюджета. И вопрос, ну, если ты просто там маша с горы какая-то, типа, хочешь кого-то чему-то научить, ну, естественно, тебе нужен бюджет, чтобы собрать вебинар, трафик стоит денег, плюс ты должна еще уметь продать, чтобы какие-то конверсии получить, в принципе, там, в оплате и во все. И всем это, сука, приходится объяснять. Ну, вот почему у нас на конференциях организаторы ни хера не берут темы маркетинг с большим бюджетом, знаешь, вот, типа, такая тема, нахер никому не впала на конференции. Вот почему? Серьезно. Не, мне знаешь, что больше нравится? Тоже не камень в огород Бермуды, да, вот. Да, он самый. Вот есть Владислав Бермуда, охеренный спикер, просто реально огонь, продает как боженька просто. Ну, вот, он, значит, рассказывает про маркетинг без бюджета, про партнерские эти, при этом у него консультация стоит 60 тысяч рублей за чат. Блин. Сука, маркетинг без бюджета за 60 тысяч просто. Огонь, ребят. Ну, вот это и бесит. Ну, согласен, да. Понимаешь, и самое главное, хера, ты кому эту идею продашь? Ну, то есть, условно, ну, вот, я бы, честно, хотела научить предпринимателей считать нормально деньги, то есть, считать, как вкладывать деньги, как там, не знаю, с маркетологами общаться, сколько тебе нужно бюджета и всю эту херню. Ну, если я, типа, анонсирую онлайн-курс, типа, как там, не знаю, запустить проект, потратив на это миллион рублей, как бы, херу мне, кто его купит когда-нибудь. Ну, реально. Или как набрать 100 тысяч подписчиков, вложив в это миллион рублей? А так, самое главное, это же, на самом деле, еще уметь надо, потому что можно миллион всрать так, что и ты даже там полтинника не наберешь, тысяча. Как? Мне многие, знаешь, вот одно время писали, типа, Макс, у тебя там больше 100 тысяч аудитории, мало лайков, мало комментариев, типа, там, вот, у тебя жопа аккаунт. Я им говорю, ребят, вот мой жопа аккаунт мне за последний год принес 5 миллионов. 5 миллионов. Это я запускал марафоны, обучение, консалтинг, менторство, значит, там, курсы, услуги маркетинга моего агентства. 5 миллионов. Окей, вот сколько вам принесли ваши аккаунты, на которые вы, там, ну, там, по одному, по 5 рублей нагнали себе, там, подписчиков? Вот скажите просто, да, там, где куча комментариев, там, лайков, да, вот просто, вот давайте сравним. Просто вот люди, на самом деле, они мыслят категории, реально, вот, 5 лет назад Blackstar считал лайки, да, вот, в маркетинге, то есть, вот, у них был KPI, количество лайков. Сейчас люди забывают о том, что не комментарии, лайки важны, подписчики там, вы можете и с тысячей подписчиками в Инстаграме продавать на миллионы рублей, реально. Просто люди забывают о том, что нужно считать конечную KPI, это выхлоп в Роме, то есть, вы вложили миллионы, сколько вы выдернули оттуда, вот, чем нужно считать. Поэтому, если говорить про продвижение, не знаю, там, ваших услуг, да, вот, вы идете в агентство, там, скажем, к Юле, либо ко мне, если у вас маржинальность позволяет потратить, там, хотя бы, там, не знаю, там, условно, не знаю, там, 100, 200, 300 тысяч рублей на маркетинг, потратьте, потому что эти 300 тысяч вам принесут миллион, два, три, а может быть, даже и больше. Когда вы начинаете экономить, там, 5 тысяч рублей платить кому-то, 10 тысяч рублей, когда вам дебилы настраивают, все это делают, ну, как бы, о каком маркетинге может идти речь? Дальше, то, что тоже хотел сказать, вот, я одно время очень долго занимался, там, ну, музыкой, вокалом. И есть очень классный термин, называется запас техники. Вот, что такое запас техники? Скажем, вот, ну, кто музыкой занимается, меня поймут. Скажем, вот, у вас есть диапазон в две октавы, да, то есть, вы, там, пропеваете две октавы. Когда вы идете на сцену с диапазоном две октавы, и у вас песни в октаву, у вас запас техники на еще одну октаву. То есть, если вы себя чувствуете хорошо, если вы, там, выспались, если у вас нормальное состояние духа, вас хорошо принимает зал, вы можете вышить, какую-то ноту взять. Если нет, вот вы октаву пропели, и все идеально. То есть, вы в любом случае идеально споете то, как на записи. Но, если у вас запас техники на октаву, ваши песни на октаву, вы не выспались, бухали, не знаю, вчера, там, вас побили, зал вас кидают помидорами, вы нервничаете, да, то вы не пропоете октаву. Смысл понятен, надеюсь. То же самое и со специалистами. То есть, когда вы идете к специалистам, и у них нет вот этого запаса техники, вы им даете 100 тысяч рублей, а они до этого максимум, что видели, это 50 тысяч рублей, они никогда не смогут вам нормально израсходовать этот бюджет и показать вам результат. То есть, нужно идти к тем специалистам, которые как минимум в 2, в 3, в 5 раз больше тратили и показывали результат. То есть, если вы хотите потратить миллион рублей на маркетинг, найдите специалиста, который тратил 10 в месяц. Ну, как бы вот тоже такой совет. 100% согласна. И, блин, ты знаешь, это реально больная боль, потому что вот у меня сейчас есть пару клиентов, с которыми мы начали работать, которые уже до этого, до того, как сами начали работать, заплатили нам 100-150 тысяч рублей, они уже в общей сумме на всяких вот таких вот 20, 30, 15, еще что-то, мы так на вскидку посчитали, там примерно где-то 300-350 тысяч ушло вот в эти сраные эксперименты. А это по факту условно там 3 месяца нашей нормальной работы. Да, ну, то есть вот люди, самая главная вот проблема реальная, это то, что я тоже часто озвучиваю клиентам, то, что по факту у нас предприниматели часто относятся к вложениям в рекламу, в оплату специалистов, как в то, чтобы потратить деньги. Сука, это не потратить, это инвестировать, вложить, чтобы получить больше. Еще важный момент, что они готовы тратить эти деньги, когда есть лишние. То есть вот у них есть лишний миллион. Лишний, не только лишний, да. Когда он бывает лишним? Есть лишний миллион, но вот наконец-то можем потратить на маркетолога. Значит, дают на месяц тебе бюджет, а на следующем месяце денег нихера нету. Как бы потом спрашиваешь, а как мы тебе миллион дали, братан, куда все ушло? Да, тоже с этим сталкиваюсь. Просто у людей нет понимания. То есть если бы у людей реально было понимание всей механики, то есть куда вкладываются деньги, какая большая работа проделывается, как это все работает. Есть еще очень прикольный момент, вопрос, надеюсь, успеем поговорить, про какие вы даете гарантии. Про гарантии, мне кажется, можно отдельно снять эфир просто. Вот я вам дам 100 тысяч, а какие гарантии? Я говорю, гарантии в количестве кликов, в количестве заявок и стоимости заявок я могу дать. А как же продажи? Как же продажи, да. Я говорю, ребят, ну, если вы мне дадите долю в бизнесе, если вы мне дадите там процент от продаж, и дадите... Доступы в CRM-систему, контроль отдела продаж. Да, и дадите возможность влиять на ваши продажи, тогда да, я могу подписаться под продажи. Но как я могу подписаться под продажи, если я никак с ними не состыковываюсь? Ну, ты же будешь, типа, отвечать за качественные заявки. Я говорю, видите, вы качественные заявки, вы хоть день-день-то обзваниваете, уже будет нормально. Потому что у меня были прецеденты, когда я реально вот сделал рекламу, они получили заявки. Мне начали обратно сказать, верни деньги, братан, типа, все херня. Я говорю, а что случилось? Ну вот, заявки некачественные. Я говорю, а дайте мне доступ в CRM, пожалуйста. Я захожу в CRM, заявки не прозванивались неделю, прикинь? Неделю. Все нормально. У нас поэтому строго, у нас все строго. Мы всегда все с таблицей, все мониторим. Это вообще только так вообще. Без этого никуда. Потому что мы смотрим, так, вы там два часа не звонили Лиду, звоните, звоните, звоните. Кстати, там нам пишут, что нам хотят задать вопросы, а мы тут между собой что-то болтаем. Давай, может, что-то на вопрос поотвечаем, пока есть время. Давайте, пишите, что спрашиваете-то. Знаете, люди, которые спрашивают, можно ли задать вопрос, похоже на людей, которые пишут в социальной сети «Здравствуйте» и молчание. Нет, ну просто люди ж не знают. Может, мы, типа, решили просто встретиться, давно не виделись, хотим, типа... Да нет, задавайте, конечно. Не стесняйтесь, у нас все свое. Кому-то не нравится наша речь, или твоя, или моя, я не знаю, говорят. Типа, жесть, ну и речь. Видимо, это, типа, за суку, или за кого-то кто-то обиделся, наверное. Но, понимаете, когда такие темы, когда, знаешь, ты с этим каждый день сталкиваешься и просто понимаешь, что нет конца и края безграмотности вообще людей, которые ведут бизнес, то по-другому, увы, наверное, никак. Еще хотят. А, тут пишут. Расскажите про тренды инсты. Макс, есть у тебя тренды инсты какие-нибудь? Ну, то, что я сейчас вижу по трендам, это сейчас начало быть популярным карусель. То есть никто ей не пользовался. Сейчас все полезли в карусель, начали делать, типа, а-ля презентации, контентом, да, типа. Я сейчас вижу. А первый тренд. Второй тренд все сейчас полезут в Айджи ТВ, потому что инстаграм начнет еще больше укушать, добавят туда большое количество фишек, плюс еще там, значит, есть фишка с новыми значками, типа профессионалы я видел, да, там. В общем, тренд какой? Тренд сейчас контент. То есть чем качественнее вы делаете контент, то есть время тупых вайнов, шуток, вот это оно все прошло, люди уже вот так вот насытились. Люди заходят в инстаграм, чтобы почитать новости. То есть это заменяет им новостные каналы СМИ. Люди заходят туда, чтобы посмотреть там за звездами жизни, да, там, почитать какие-то профессиональные статьи. То есть для людей инстаграм уже стал не просто развлекательной площадкой, где люди там делятся там своей жизнью, да, там, кто что ест и с кем спит, там и куда ездит, да. А это стало именно вот окно в мир. Потому что инстаграм – это уже и чат, и видеохостинг, там, и фотохостинг, и прямые эфиры, и все на свете, да. То есть они сейчас еще даже хотят вебинарные площадки делать, ты слышала. Да, конечно. То есть это все заменят. Поэтому тренд сейчас какой? Делайте качественный контент. То есть вот то, что я сейчас вижу, реально старайтесь, потому что гореного контента реально много, а хорошего мало. А хорошее – это то, что вы сами производите. И очень важный момент, что не просто рассказываете про то, как увеличить охваты в инстаграме, а, соответственно, как вы это сделали. То есть вы свою историю должны рассказать, свое мнение. Потому что людям интересно читать про вас, а не про какие-то вот вылизанные статьи, которые вы там скопипастили с какого-то там Google-источника открытого. Вот там еще вопрос, что мне делать, если у меня пенсия там что-то 8 тысяч рублей, как быть, куда бежать? Ну, точно не в инстаграм, ну, как бы это надменно не звучало, ну, с 8 тысячами рублями вы вряд ли что-то сделаете. Максимум, что вы будете делать, это, скорее всего, писать под постами, скиньте моему бедному ребенку или мне там на пенсию тысячу рублей, да, как бы, как вот делают там спамеры многие, да, может кто-то ответит. Нет, ну, условно, почему можно пойти, ну, смотри, можно же пойти там, условно, помощником кому-то, вот, допустим, у нас там работают ребята там, они делают рассылки в директ, потому что сейчас там... Нет, ну, помощником можно, просто я к тому, что если речь идет про продвижение себя, ну, тогда да, конечно. То вообще нет, то есть точно нет, как бы, единственное, что можно сделать, это просто писать, типа, там, под постами там, что о чем-то просить, да, людей. Ну, да, да. А по поводу устроиться, можете устроиться продажницей, потому что мне кажется, самый простой, самый вот такой вот оптимальный вариант для пожилых, там, для людей в возрасте, это продавать. То есть вы сидите дома, вам не надо особо ничего изучать, просто вот там идут заявки, вы прозваниваете базу, при этом на многих продуктах нужны люди с возрастным голосом, да, то есть взрослые, которые там званят, потому что целевая аудитория у этого продукта тоже может быть взрослая. Ну, доверие выше, да. Поэтому с продвижением забудьте точно, с 8 тысяч рублей это невозможно даже, да, вот. А с продажами в удаленке вполне себе, да. Тут еще вопрос, почему так много людей ринулись обучать. Ну, это примерно то, что мы уже обсудили, то, что сейчас люди считают, что блогером или там спикером или кем-то можно стать просто вот так на раз, без бюджета и еще нормально бабла на этом поднять. То есть, ну, тренд такой, то есть люди наблюдают за инфлюенсерами, да, за лидерами мнений, и по факту от этого как бы приходит вот это ощущение того, что ты тоже, типа, можешь быть похожим, но только никто не сравнивает, сколько тратят инфлюенсеры там и сколько тратят те, у кого сейчас онлайн-школы, там, в маркетинг, в свое продвижение, и как бы просто хотят такой же результат, но без вложений. Еще я вижу, да, 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 что скажи по этому поводу. Я вот скажу такой момент, то, что вот я сейчас продюсирую там уже год онлайн-школу по вокалу, да, то есть я просто соблюдаю, создал там со спикером, с коучем, я сам лично знаком. Мы в апреле потратили 300 тысяч рублей в рекламу. 300 тысяч рублей, и это не такие большие деньги, но это только в рекламу. А если считать суммарно, сколько мы потратили, примерно 500 тысяч, то есть это на сотрудников, на сервисы, там, на работу менеджера по продажам и так далее. То есть 500 тысяч рублей просто в апреле, и это не такие большие цифры, да, то есть это не такие большие показатели. Соответственно, я к чему говорю? Костя к нам пришел. Привет. Опоздал. Уже конец. Соответственно, если вы хотите реально заниматься в интернете чем-то, то вы должны к этому относиться так же, как к бизнесу в офлайне. Вы должны понимать, что это тоже нужно тратить деньги. Это вы будете что-то тестировать, и что-то будет не получаться. Потому что, вот скажем, вот онлайн-школа по вокалу мы привлекли инвестора, и мы уже потратили там миллион восемьсот инвесторских денег. Представляете, миллион восемьсот. И то мы не вышли еще в плюс даже. То есть мы как бы на уровне вот окупаемости где-то вот плаваем сейчас, и мы в МАИ хотим потратить в маркетинг только 500 тысяч. И то очень важный момент считать себе точку окупаемости. То, что вот, скажем, вот у нас в проекте, чтобы мы зарабатывали, нам нужно тратить больше 250 тысяч рублей только в рекламу. То есть если мы тратим меньше, мы зарабатываем либо в ноль, либо в минус. Поэтому если вы хотите заниматься личным брендом, продвигать свой проект в интернете, посчитайте точку безубыточности. С какого момента вы начнете зарабатывать. Ну, открыть йоби-да-йоби можно за 2 миллиона рублей. Отличное предложение. Вопрос, за сколько стартовать таргет по времени. Тут надо понимать, за сколько до чего. То есть если это какие-то онлайн-продукты, то обычно таргет нужно настроить заранее. То есть условно там, ну, на хорошую настройку уходит там условно 5-7 дней. Плюс ты должен закладывать еще на открутку бюджета сначала там на клики потестить креативы, потестить аудитории, и потом уже откручивать трафик. То есть основной поток трафика мы закладываем на последний день. Довольно большой объем, но чуть меньше идет в предпоследний день. Ну и в принципе можно за 3 дня до там вебинара длить трафик. Первый день там условно чуть-чуть, второй день побольше, и третий день дофига. Потому что лучше всего конвертируется тот трафик, который зарегистрировался там, ну, за сутки условно, и он не забыл еще про твой там вебинар и твое мероприятие. Вот. Что-то я вижу тут, да. Еще важный момент, то что если говорить про Facebook, про Instagram, ну, про один кабинет рекламный, то там есть такое понятие, как время обучения. Обучение, да. Да, то есть как бы вы должны понимать, что если вы, там, не знаю, запустили рекламу, то ей нужно время обучиться, чтобы реклама поняла, на какой аудитории показывают, как аудитория реагирует на ваши офферы, там, креативы, какие сегменты ей выбрать, да, то есть она же обучается. Это нейронная сеть, это вот алгоритмы, которым нужно минимум 50 действий на каждую группу объявлений. А 50 действий, это примерно там по 1000 рублей в день на 3-5 дней ее оставить в покое, вот, естественно, подождать. А многие не ждут, многие вот запустили, на следующий день ахнули, что там заявки по 1000 рублей, выключили все и разогревали. Таргет не работает, все забыли, типа проехали, да. Вот просто, чтобы понимать, да, чем больше вы тратите денег, тем более умный становится алгоритм, он обучается, тем ниже может быть заявка. Да, дешевле стоимость. Тут вопрос интересный, как вы начинали в маркетинге, блин, я начинала в маркетинге с продаж. Сначала, блин, 6 лет в продажах, ну, как бы 5 лет там в одной компании, еще там почти год в другой. И, ну, по образованию, будучи пиарщиком, я поняла, что чистый пиар это просто полная херня, которую, условно, не посчитать, не понять. И, в принципе, с тех пор там больше начала погружаться в маркетинг. Потом СММ изучала сама, когда не было никаких курсов в 2013 году. Вот. Массфол запускала, там, чего-то тестила, смотрела. Ну, и, как бы, там, условно, первые клиенты это, там, 10 тысяч рублей, потом 20, потом 30, потом полтос, и, как бы, все это вот примерно с 2013 года. Вот. поэтому, как бы, это долгий путь. А ты еще, Макс? У меня, на самом деле, интересная история. Вот, кому интересно, можете набрать, там, ее Аяс там рассказал, очень прям так, за 15 минут, вот. Наберите просто Аяс про Макса Белоуса, вот, кому интересно, да, вот, всю историю, сказать. Если вкратце, то она похожа на такой, знаете, триллер-детектив с элементами комедии, да, то есть я вообще по образованию геофизик, как бы, я отучился на геофизика, поработал по профессии, понял, что это вообще не мое, и в итоге, с моими творческими способностями, так как у меня родители актеры театра и кино, я сам музыкантом давно, ну, как бы, музыкой занимался, я понял, что мне хочется найти работу, которая сочетает свобода, творчество, интерес, там, график, хорошие деньги, да, и мне просто знакомый предложил, слушай, а почему бы тебе не заняться СММ, как бы, а я как раз сам, когда вот, ну, занимался музыкой, я сам продвигал свои концерты, то есть вот я настроил рекламу на, там, чтобы людей собрать на концерт, там, свой профиль ВКонтакте продвигал, у меня на те времена уже был профиль с 10 тысячами друзьями, и они, как бы, все живые люди были, правда, это были девочки 12-13 лет, но все равно, но живые, но живые, да, вот, и, соответственно, я, почему бы нет, я составил резюме, где 80% опыта я придумал, то есть, как бы, вот, мне кто-то рассказывал, что так же сделал Артемий Лебедев, но вот флаг ему в руки, уважаю, как бы, классный чувак, я сделал так же, как бы, будучи не знаю, что он так сделал, просто придумал кейсы, телефонный контакт из своих друзей, предупредил, что если вам будут знать, скажите, я классный, и в тот же день мне звонят и говорят, нужен СММщик, я еду, а это подвал какой-то, я вообще думал, что меня там убьют и деньги, меня там, не знаю, там ограбят просто, что это реально подвал, и там сидят чуваки, которые занимались продвижением больших концертов, у них этот подвал, там, ну, метров 200 квадратных, гигантский подвал, и у них, значит, в одном, в одной комнате сидел какой-то киргиз, который, значит, регистрировал симки, потому что они занимались спамом, то есть они выдавали бюджет, и они спали. Рассылками. Да, рассылками, да. Соответственно, вот в одной комнате сидел киргиз, в другой комнате еще один киргиз, значит, один симки регистрировал, второй, значит, еще там что-то делал, потом, значит, гигантское помещение, где моноподы стояли с этими, с ВК-ботом, программы, которая рассылками занималась, вот, я вот это все увидел, я думал, блин, охренеть, это похоже, как будто они взламывают Пентагон, я говорю, ребята, скажите, что вы тут делаете, они говорят, ну вот, мы занимаемся там, продвижением артистов, там, Blackstar, там, Баста, Гуф, Тимати, вот эти все ребята, там, собираем по 8-10 тысяч человек на концерты за месяц, я говорю, охренеть, поделитесь опытом, ну вот, три месяца я к ним ездил, они мне все рассказывали, показывали, и в итоге я понял, что это мое, мне это интересно, мне это нравится, дальше я стал их партнером, агентство СММ Лемон, можете набрать, посмотреть, вот это наше агентство было, которое мы сделали, потом мы полетели на три месяца на Шри-Ланку, там поработали, потом я просто понял, что мне нужны мои кейсы, и я уехал в Москву уже работать, там, нарабатывать свой опыт уже, вот такая история, если вкратце. Ну, короче, на самом деле, это нормальная практика, начинать с того, что ты можешь где-то немножко там приукрасить какие-то кейсы, потому что чаще всего по факту это ничего не значит, если ты не конченый, ты возьмешь реального клиента и не кинешь его, то, блин, ну, почему и нет, как бы, вполне это нормальная история. Слушай, у нас уже тайминг подходит, давай последние слова, там, ребятам, которые смотрят, будут смотреть записи, или сейчас там скажем, и уже там пойдем, давай с тебя начнем. Моё пожелание, друзья, будьте адекватны, относитесь к диджиталу, к инстаграму, к онлайну, как к серьезному инструменту, как к полноценному бизнесу, если вы хотите там достигать результатов, и, конечно, работайте с профессионалами, а не просто тратьте кучу денег, чтобы разочароваться в каких-то хороших инструментах из-за просто неграмотных специалистов. А я посоветую относиться ко всему с юмором, потому что без юмора можно впасть в депрессию, и все будет грустно и плохо, поэтому относитесь ко всему с юмором, и все будет у вас хорошо. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо, Юля. Да, спасибо, Макс, хорошо пообщались, счастливо. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok